В кляну с поличным взяли закладчицу героина. 19-летняя девушка, похожая на героиню аниме-мультфильма, зарабатывала по 5 тысяч в день и за 3 месяца успела получить почти полмиллиона. Впрочем, такая зарплата обошлась ей куда дороже. О том, какое наказание грозит молодой закладчица, расскажет Владимир Кузнецов. Во, привет, ты в эфире. Да, привет, коллеги. 20 лет колонии для 19-летней девушки. Такой приговор грозит задержанной за хранение и сбыт тяжелых наркотиков. Взяли ее на улице с поличным сразу после того, как она сделала очередную закладку. Сверток с героином был завернут в кленовый лист и положен рядом с канализационным люком, чтобы клиенту было проще найти уже оплаченный товар. Не успела закладчица написать покупателю смс-ку, как оперативники в гражданской одежде поймали ее на месте преступления. Ну так, покажи, что два и все. Ну вот два, да. Произвели закладку наркотического средства. Какое это наркотическое средство? Поясните, пожалуйста. Девушка сказала, мол, не в курсе, что лежит в свертке. Не мое это и все тут. Тогда полицейские решили ее обыскать. На грудном кармане находятся один, два, три, четыре, пять, шесть свертков. От страха девушка буквально лишилась дара речи. Казалось, что она не говорит, а просто открывает рот, как рыба. Ну и контрольным выстрелом в этом деле стала находка в шкафу. На перекладине вместе с платьями висел пакет, а там еще одиннадцать уже заготовленных свертков. Каждый был заранее взвешен, строго по одному грамму. Ну, все это, разумеется, изъяли вместе с телефоном, кстати. Там все еще хранились смски клиентам. Где искать тайники? Вот она ему отсылает смс-сообщение с местами закладок наркотического средства. И же сообщение переправляет клиентам, наркозависимым гражданам, которые за деньги покупают наркотик. С приходом теневого интернета, который вроде как уже давно гарантирует анонимность, многие решили, что наркомафия победила. Якобы выследить и задержать дилеров, закладчиков теперь невозможно, но на самом деле более чем возможно. Полицейские достаточно быстро адаптировались к новым правилам наркоторговли и работают по совершенно иному алгоритму. За то, что вы делаете, ложите вот эти вот свертки, вы что получаете? Деньги, либо наркотик? Сколько? Что? Деньги. Деньги, да? Какое количество денег вы получаете за это? Пять тысяч в день. Пять тысяч в день, да? Зависит ли вот эта ваша зарплата от количества свертков, сколько вы положите? Нет. А еще девушка сказала, что даже не знакома со своим начальником. Якобы ей просто позвонили и предложили работу. Может, специально не сдает своего босса, а может, действительно, тузы наркомафии умело конспирируются. Все, что смогла сделать задержанная, это передать полицейским номер телефона своего работодателя. Но, скорее всего, звонить там уже некому, а вместо попавшейся девушки ее босс уже нашел, скорее всего, другого человека, способного пойти на такую глупость ради легкой наживы. Коллеги. Вов, спасибо. Это был Владимир Кузнецов. И рассказала нам о закладчестве героина. А мы переходим к другим новостям.